Всем большой привет! С вами Вика. Это видео будет посвящено теме укладки волос. Иногда я люблю носить прямые распущенные волосы, но при этом обязательно у меня должен быть на голове объем прикорневой. Я сейчас хочу вам показать, как я его создаю. Вот сейчас он у меня уже присутствует. Он смотрится очень натурально, никаких начесов я не делаю. То есть я спокойно могу вот так вот запустить руку, как-то поменять свой пробор. Ну и давайте сейчас я вам поподробнее все покажу, расскажу. Ну что, давайте приступим. Я вымыла голову, высушила волосы естественным способом, то есть не пользовалась феном. Но если у вас мало времени или вы пользуетесь электрооборудованием для сушки волос, то, конечно же, пользуйтесь. Я просто не пользуюсь, потому что берегу волосы, отращиваю, и так кончики у меня слишком пересушены. Далее я нанесла на кончики волос Moroccan Oil. Укладочными средствами я никакими пользоваться не буду, потому что Moroccan Oil это средство не укладочное, а ухаживающее. Почему я не буду пользоваться укладочными средствами? Тоже по той же причине, потому что я не хочу лишний раз на волосы наносить какие-то вещества непонятные. Потому что эта укладка у меня, так скажем, повседневная. Если я, конечно, на вечер бы ее делала, то, возможно, я воспользовалась бы чем-то. А так как это дневная моя укладка, то я ничего такого наносить не буду. Первое, что нам понадобится для создания прикорневого объема, это вот такие вот бегуди-липучки. Они могут быть немножечко разного диаметра, все зависит от густоты ваших волос. Второе, что нам понадобится, это вот такой вот фен с насадкой подобного плана. Я уже покупаю третий такой вот фен, потому что каждый раз появляются все более и более мощные гаджеты. И если у вас нет такого фена, то можно заменить его подобной расческой и просто обычным феном. Кстати, если бы я делала эту прическу на вечер, то я бы воспользовалась щеточкой для создания прикорневого объема. Я пользуюсь именно такой вот с натуральной щетиной. Но так как эта прическа у меня дневная, я не буду пользоваться такой вот щеточкой. Просто я люблю как-то вот так вот иногда руки-волосы запустить, чтобы не было никаких препятствий продвижения руки. Итак, отделяем прядь на макушке, прочесываем ее и фиксируем бигуди. У меня, в принципе, волосы достаточно густые, но сами волосинки, так скажем, очень тоненькие. Поэтому мне даже закреплять бигуди ничем не нужно будет. Вот первая готова на макушке. Далее отделяем следующую прядь. Также прочесываем ее. Прочесать нужно обязательно каждую прядь и следующие бигуди. По тому же принципу. Я делаю от лица. Вот хорошо потом фиксирую вот так вот руками, чтобы мне не нужно было использовать никакие заколки. И последнее у лица. И получился у меня такой своеобразный ирокез. И можно еще одну бигудишку вот в конец сюда, вот для большего объема на затылке. А иногда, когда у меня мало времени, я прям стараюсь прядь, прочесать самой бигуди. То есть вот этими липучками. Когда действительно очень мало времени. И теперь вы можете спросить меня, почему я то же самое не сделала с остальной частью волос. Сейчас я вам объясню. Дело в том, что от использования этих бигуди объем получается недостаточно большой. Я сейчас вам еще расскажу то, что я где-то год назад сделала ламинирование волос. И осталась очень недовольна. Потому что мои волосы стали очень тяжелые. И тянули постоянно вниз. И поэтому очень тяжело было создать объем. И поэтому мне пришлось именно применять такой вот метод. Так вот, от бигуди получается объем недостаточно большой. Поэтому мне нужно в этих местах создать что-то такое более объемное. Но чтобы это смотрелось естественно, я как раз таки потом прикрою вот эту вот частью волос с объемом, полученным от бигуди. Расчесываю боковую часть волос. Отделяю пальчиком небольшую прядку волос. И подставляю под нее фен таким вот образом. Саму прядку я немножечко тяну вниз. А так как фен находится близко к коже головы, я иногда чередую режимы. То есть самый такой горячий воздух я иногда меняю на холодный. Итак, вот что у нас получилось. Видите, какой тут прям сильный объем, который я потом закрою вот этими прядями. И продолжаем также делить волосы. Дальше продолжаем нижние прядки, брат. Я делаю то же самое. Итак, одна сторона уже готова. Вы можете видеть, какой объем получается. Он такой пружинит, прям упругий. Так, а здесь еще я не начинала. Но делаем по тому же принципу этой щеткой. Ну что, теперь вы можете заметить объемы с другой стороны. Получилось это сделать достаточно быстро. Пару минут ушло на это. Потому что вот этот фен, который я купила недавно, очень мощный. И получается все это быстро. Кстати, если у вас не было такой щетки фена, то вы можете использовать, как я говорила, обычный фен. И такую вот расческу подкладывать под пряди. И также сушить сверху вниз. Честно говоря, я бы никогда не добилась такого объема с помощью вот этих вот бегуди липучек. Потому что как-то волосы тяжелые и тянут вниз, как я уже говорила. Но не пугайтесь, не будет такого резкого объема, когда я распущу остальные волосы. Ну и к тому же со временем он опадает, как вы знаете. Тем более я не пользуюсь какими-то укладочными средствами сегодня. Только термозащитой. И все. Итак, прошло некоторое время. И думаю, пора снимать бегуди. Начнем. Так, вот какой у нас получился объем. Но мы, конечно, можем расчесать волосы еще. По-моему, объем на моих волосах очевиден. Можно спокойно запускать пальцы в волосы. Никакие начесы ничего не мешают. Но в то же время есть такой вот натуральный объем. К сожалению, он немножечко осядет через какое-то время, но все равно какая-то часть его сохранится. А если я вечером воспользуюсь сухим шампунем, то завтра утром, в принципе, объем еще не пропадет. И сейчас я хочу подытожить, то есть рассказать о преимуществах моего способа. По крайней мере, мне это подходит больше. То есть, если бы я использовала бегуди на всю голову, то не было бы такого сильного объема. А с другой стороны, если бы я полностью укладывалась вот этим феном, то объем был бы слишком такой выразительный, такой ненатуральный. И к тому же не хочется лишний раз травмировать кожу головы горячим сухим воздухом. Ну что ж, надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно пишите, какими способами пользуетесь вы для создания прикорневого объема, особенно на длинных волосах. Пишите, пользуетесь ли вы подобными фенами с круглыми щетками. И, конечно же, скоро с вами увидимся. Всем пока!